Если погода жаркая, а чай нежный, как нельзя лучше подходит чаепитие в гайване для сотворения вкусного времени. Заваривание в этом сосуде нисколько не уступает классическому чаепитию, где используется чайник. Даже наоборот, эта легкая изящная форма имеет свои бесспорные преимущества. Настой из гайвани гораздо быстрее сливается благодаря специальному зазору между крышечкой и сосудом. Чай берем действительно нежный, сорта из молодых почек, зеленый, белый или желтый. И лучше всего ему храниться в специальном фарфоровом сосуде, который не пропускает посторонние запахи, чагуань, или у всего есть свое начало. Наслаждаемся присутствием чая, внешностью и легким, еще еле уловимым ароматом. Если все на чайном столе соответствуют друг другу, один-два контрастных по цвету предмета создадут необходимую игру воображения. Контрасты также важно использовать. Гайвань, как сосуд, отражает три единства неба, земли и человека и их вечную игру в перемены. Игру неба и земли в себе, внутри, где заваривается чай. Подставка под гайванью земля, крышечка неба, а все остальное внутри. Чайный настой – это тоже взаимодействие. Воды, правильно подобранной по качеству и приготовленной в соответствии с температурными требованиями. И самого чайного листа, продукта земли, неба и человека. Сначала прогреваем всю посуду. Сохраняя форму чаинок, неторопливо ссыпаем в сосуд для заваривания гайвань. Если вода слишком горячая и вы не готовы рисковать, лучше налить кипяток из термоса в чахай. И затем уже совершить омовение чая горячей водой. Чай в Гаване долго не держится, быстро сливается назад в чашу справедливости. Два-три красивых движения крышечкой по поверхности чайного моря, и ароматный напиток готов. А с ним приходит и покой, и ясность. Хозяин дома, слуга дома, гость в доме, хозяин, гласит восточное мировоззрение. Чашечка ставится на специальную подставочку, что уже само по себе выражает уважительное отношение. И так подается гостю чашечка ароматного, горячего и честно приготовленного чая. Чай из Гайвани свеж, молот духом и интересен. Сам сосуд является изобретением Южного Китая, посему долго тепло не хранит, а щедро раздает. Наслаждайтесь этим, и пусть растворятся все омрачения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok